Пока взрослые северяне только думают, где провести летний отпуск и наблюдают за майскими капризами северной погоды, юные счастливчики мчат на отдых в теплые края. В Заполярье стартовала летняя выездная оздоровительная кампания для школьников. Марина Шумилова с репортажем прямо с перона железнодорожного вокзала. Сегодня на пероне железнодорожного вокзала немного суетно. Десятки родителей отправляют своих чат в дальние путешествия. Вслед уходящим в огонь детям летят напутственные слова и пожелания. Буквально через несколько минут поезд тронется и отвезет юных северян к морю, солнцу и веселью. Правда, избавиться от переживаний полностью у родителей все равно не получается. Волнуемся за то, как он там освоится, как он найдет общий язык в коллективе. В жаркий зной юга России уезжают более 150 школьников. Ребята направляются в пансионат юбилейный Туапсинского района. Путь не близкий, но юным северянам будет чем заняться. Для них сопровождающие подготовили целую развлекательную программу. Не забыли и про меры безопасности. В детских лагерях ограничение до 75% загрузки детских лагерей. Плюс детские вагоны в конце состава, чтобы не пересекались со всеми пассажирами поезда. Это главное. Питание организовано, будет идти в вагонах. Ну и культурная программа в течение всего следования. В лагере есть открытый бассейн. Он находится недалеко от 400 метров от моря. Надеемся, что дети отдохнут хорошо, в отличие от той погоды, которая сегодня у нас. Детские лагеря – неотъемлемая часть жизни многих детей. Именно там они учатся жить без родителей, следить за собой и заводить новые знакомства. Мне нравится в лагерях. Там много можно найти друзей. Все время привлечены дискотеки. Разные выступления собирались, в гитаре играли. Не знаю, было очень весело. Настроение на перроне у всех разное. Кто-то волнуется, ведь едет в лагерь первый раз. А кто-то сбегает от ненастной мурманской погоды ежегодно. Седьмой. С первого класса ездил. У вас есть традиция уже такая? Уже да. А что тебе привлекает вообще? Отдых от родителей и от севера. В этом году планируется отправить на отдых более 4700 детей. Родителям необходимо оплатить 25% от стоимости путевки. Остальную часть суммы покрывает бюджет. Продолжение следует...